Главный итог недели и главная обнадеживающая новость. Мирный процесс, согласованный для Украины в Минске, пошел. Сегодня мы расскажем о многих противоречивых деталях и подробностях, но при этом все же будем помнить, прогресс есть. Выдохнуть еще нельзя, но вздохнуть с облегчением можно. Началась неделя, правда, очень тревожно. Да, Минские соглашения о мире на Украине при гарантиях ведущих политиков Европы, Путина, Меркель и Оланда, были заключены. Но не насчет Дебальцева. По Дебальцеву согласованной ясности и после выходных еще не было. Порошенко ведь продолжал твердить, что никакого окружения его многотысячного войска там нет. Отчаянно, наивно убеждал в этом Европу на запад от себя и Россию. Хотя всем разведкам картина была ясна, а значит и лидерам тоже. По нашим данным, еще до встречи в Минске за неделю примерно, группировка украинских войск оказалась там в окружении. И на встрече в Минске я именно так и говорил об этом. Те, кто находятся в кольце, будут пытаться вырваться. С внешней стороны будут предприниматься попытки их деблокировать. А ополчение, которое удерживает украинские воинские части в этом кольце, будет этому сопротивляться, противиться и удерживать дальше. Я очень рассчитываю на то, что ответственные лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим украинской армии складывать оружие, если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ, то во всяком случае не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. Порошенко же клялся, что никакого котла нет, тем самым обрекая своих солдат на верную гибель. Не потому ли, что свидетели позора главнокомандующему были не нужны? Зачем они живые, но честные и обозленные? Именно такая позиция высшего киевского руководства привела к тому, что развязка дебальцевского узла оказалась столь трагичной. Кому-то чудом удалось вырваться, драпали беспорядочно с огромными потерями, погибли по данным ДНР более трех тысяч. Тела, что собрали, начнут выдавать Украине уже со следующей недели. Остальные захвачены в плен или добровольно сдались сами. Воевать больше не хотят, да и не очень хотели. Во вторник Путин так и говорил. У подавляющего большинства военнослужащих вооружённых сил Украины, по моему убеждению, нет никакого желания участвовать в братоубийственной войне, тем более вдали от своего собственного дома. А у ополчения Донбасса есть большая мотивация защищать свои семьи. По всей линии соприкосновения более или менее тихо. Надо закончить проблему, связанную с окружённой группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы вот этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса. Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтёрам или вчерашним трактористам. Но жизнь и жизнь, она точно пойдёт дальше. Я бы считал, не нужно на этом зацикливаться. Нужно, повторяю ещё раз, решить главную задачу – сохранить жизни людей, которые там сейчас находятся. Сделать так, чтобы они могли вернуться к своим семьям и реализовывать весь план, согласованный в Минске. Уверен, что это можно сделать. Другого пути нет. Высшая украинская власть считала иначе и повела себя непростительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова